ахахаха вот там вот девочки это выглядит смотрите какое колечко красивое я нашла кто-нибудь еще может усомниться во мне как в чудо-женщине моя самая умная кошка на свете что сегодня у нас будет за смузи ну какой суп я начала делать картошки то нет у меня всем привет мои хорошие начинаю новый влог сегодня мы отправляемся в торговый центр я уже Деньку одела с ума все оделась не так давно я мерила колечко вот одно и хочу поехать сейчас его забрать пока оно есть в наличии вот и покажу вам заодно прогуляемся в торговом центре и вернемся домой потому что мне нужно очень много видео снимать сегодня смотрите какая сегодня чикамика все решила одеть вот эту яркую шапочку и Денька у меня тоже видите в цвет ой баловнито какая пердюлита баловнито в общем все идем берем его с собой не знаю интересно вам слушать про нашу погоду но сейчас мы вышли чуть не улетели Денька вообще улетает его только за руку ловила реально холодно и 2 градуса на улице блин что такое я не хочу холода мне нравится вот это наша весна лето погода ростовская просто не зима а лето не зима а весна скорее да ой ну все равно когда дело касается покупки чего-то няшного приняшного для себя я мчу бегу и мне ни в йога ни ветер не страшны так приехали в ТЦ разделись я сегодня так выгляжу вот чисто мой такой простой простятский наряд а Денька вот так вот выездила сегодня красоту мою мой любимый санлайт 70 процентов скидки идемте покажу вам что мне понравилось так смотрите какое колечко красивое я нашла она нереально блестит здесь фианиты я просто в шоке от того что как бриллианты блестит очень красивое кольцо так это у нас размер 16 вес 1 и 70 здесь кстати очень выгодная цена за грамм 585 проба сделано в России золотые традиции Кострома город Кострома российское золото вот обалденно сейчас померю посмотрите как красиво на ручке у меня вот на среднем пальце это все у меня санлайт золото бриллианты а вот здесь на безымянном фианиты вы только посмотрите как они блестят они блестят сильнее чем бриллианты ну во всяком случае на уровне обалденное колечко вообще так я выбираю тут вообще классно напишите кому нравится обожаю эту россыпь огромное количество украшений всяких я очень люблю зависать вот здесь вот с бриллиантами и скидки везде просто везде скидки сейчас очень хорошие еще здесь огромное количество серебра всяких дизайнерских украшений модных стильных то что сейчас очень актуально крупные мелкие жемчуга необыкновенные формы у меня очень много серебра из санлайта я прямо им довольна оно не темнеет отлично носится красиво смотрится скидки ну все мои хорошие я приобрела дома покажу что выбрала я из этого многообразия ну что мои хорошие бегу спешу скорее с вами поделиться своей красотой что же я заказала распаковываем и что мы здесь видим вот такой вот пакетик внутри у нас чек который мы уберем и красная коробочка смотрите какая красивая как всегда упаковано все прекрасно в санлайт развязываем белый бантик открываем нашу прекрасную красную коробочку и что же мы там видим а мы там видим вот такую красоту у мои девочки сейчас я померю это колечко с бриллиантом из красного золота 585 пробы вот такая восьмерочка знак бесконечности я заказала это кольцо в приложении показала именно свой размер у меня размер 15 с половиной и я специально заказывала на вот этот вот безымянный пальчик я здесь на левой руке ношу красное золото и здесь у меня все украшения с санлайт которые вы могли видеть в других видео все ношу все прекрасно носится все светится я все время вам показываю сколько времени прошло нет никаких у меня нареканий все прекрасно качество отличное блестит отлично ничего не портится не ломается камни не выпадают и вот смотрите сейчас я надену 15 с половиной идеально подходит мне и я не боюсь его потерять здесь оно прям прекрасно сидит и у меня же также в санлайт я брала еще браслет тоже с такой символикой знака бесконечности и точно так же были там бриллиантики смотрите как красиво и как символично знак бесконечности у меня 8 августа день рождения это вот как раз для меня поэтому я очень рада вот такому приобретению конечно же у меня глаза разбегались еще в санлайте очень много новинок у них постоянно обновления в магазинах было очень много новинок я себе уже там присмотрела кучу всего рисовала такое колечко артикул я вам здесь напишу и здесь золото 585 пробы вес 0,62 ну такое утонченное колечко здесь 5 бриллиантов изготовлено город Кострома российское производство отрезаю и буду носить теперь будете на моем пальчике видеть эту красоту для меня это кстати очень символично если честно прям знаете знак бесконечности все и я такая прям вся в своих ощущениях да мне очень нравится также подарочек напоминаю что если вы пройдете по ссылочке которую я оставлю в описании вы сможете получить подарок на кассе если вы скачаете приложение санлайт я например вот выбрала себе вот такой подарок смотрите там очень много подарков всяких разных да если их несколько можно даже выбрать мне понравился вот такой вот кулон кулон артемира кругленький такой мне очень нравится красиво в общем не забывайте скачать приложение и получить подарок на кассе всем доброе утро я отвела Деньку в садик как обычно встала в 6.30 в 7 мы уже вышли из дома отвела Деньку в садик сейчас вот моя кошка моя кошка ой она говорит мама поиграй со мной мам ну пожалуйста так давно не играли прям не учит вот это вот и просит поиграть кошка что моя сладкая кошка все кто-то схватил лапу что делать теперь что делать мам опусти ай ты пусти мам ты моя кошка вот включила радио сейчас качала себе новое приложение ой хочу сейчас поменять постель пылесосить поподметать что-то у меня бодрячок такой вот и время 9 часов оказывается утром столько бодряка кто здесь лазит на маминой крутой спинке ммм ну-ка брысь быстро ну-ка быстро брысь вот нахуй смотрите еще играть сразу посмотрите на нее а ну что это за кошка такая рот открыла язык покажи вот смотрите зубки какие у нее мамка целует скажи тогда а вообще чем я занимаюсь я вам сказала да занимаюсь уборкой но вообще вот снимать эту уборку я еще такая мою полы и думаю блин ну девочки просили чтобы я показывала как я готовлю как я убираю и я просто даже вот мне хочется скорее убрать и даже не брать в руки камеру чтобы вот как-то ее поставить как я тут мой палый можно было бы прикольненько видео сделать да там до после там ну иногда я вставляю такие какие-то приколюхи но честно так не люблю и вообще я сейчас вот убираюсь и понимаю что некоторые моменты просто не кайф сделать да там отодвигать тумбочку чтобы там пыль повытирать там знаете помыть попылесосить там ну все-таки да зеркало большое двигать и ты как бы делаешь влажную уборку легкую но конечно все равно периодически нужно все это подвигать убирать и здесь делать я вообще думаю что наверное уже пора мне воспользоваться клининговой компанией потому что есть еще такие допустим какие-то вот на полу да остаются какие-то разводы еще что-то которые прям реально нужно вот прям посидеть найти средство какое-то еще чтобы все очистить там какие-то пятна какие-то разводы которые просто так вот убираешь они уже не убираются то есть реально надо потереть и нужно потереть еще чем-то чем человек знает да ну то есть короче надо потратить нормально времени вот здесь вот чтобы это заняться я думаю что наверное буду искать какую-то клининговую компанию чтобы они вот прям генералили да там легкую уборку я там делаю да там день через день там раз в недельку а вот так знаете раз в месяц раз в два месяца может надо чтобы пришли люди да и прямо окна помыли полы прям надраили чуть ли не спима люксом да чтобы они прям блестели там не знаю двери там все ну да такое да поотодвигали все ну такая генеральная прям уборка на шифонер залезли у меня стремянка есть там пыль повытирали вот что-то такое расскажите кто пользуется вообще клининговыми компаниями да и мне немножко наверное я один раз в москве когда жила я один раз пользовалась клининговой компании вот ну да сделали уборочку нормально так качественно да но так чтобы на съемной квартире там немножко другое отношение к своей квартире уже совсем ты знаешь каждый угол каждый закуток и тебе не просто надо убрать тебе нужно прогенералить вот и надо сразу по телефону сказать что есть какие-то такие пятна на полу которые надо чем-то потереть вот например да там краска у меня осталась полиняла и вот не знаю чем тереть надо чтобы все у человека было в арсенале вот тут такое короче напишите свой опыт будем пользоваться так опять камера залепла а еще что хотела сказать вот девять часов было сейчас девочки двадцать минут двенадцатого в девять часов я встала и просто я включила музыку радио нашла скачала на телевизор у меня теперь так все здесь радио играет любое прям можно выбрать смотрите во тысяча всяких радио называется приложение тюнер какой-то ну я в поисковике просто набрала радио и он мне вывел два радио свобода отдельно как-то да и тюнер вот этот вот и все здесь вот радио россии все радио в россии которые пловят а не поднимая головы понимаете я там там вещи перебираю там раз стирку закинула два стирку закинула попылесосила всю квартиру уже успе спина устала начинаю мыть полы я еще сейчас не домыла полы только в одной комнате полы помыла сейчас домой упал и вот это все что-то там валяется то там и ты просто вот так опустил голову я уже жаловалась вам на это да и когда мне девчонки пишут что там девушка ничем не занимается если дома у девушки не срач вот мне понравился чей-то комментарий из подписчиков когда прямой эфир в инстаграме я вела кстати кто не подписан на мой инстаграм я там ну чаще ну как бы получается прямые эфиры вести вообще я здесь планирую снова у меня просто микрофон отключился не знаю как его подключить надо у мужа спросить вот и в общем мы подключим я буду вести прямые эфиры здесь чаще просто с вами болтать отвечать на вопросы там да что-нибудь обсуждать философия философия эфир назвали философия отношений я говорю отличное название философия отношений ну короче смысл в том что девушка написала что ну как это вот там типа мужчину там с деньгами тра-та-та девушка там не работает ну что-то типа того да и чей-то комментарий был что вы считаете что если девушка не ходит на работу там с восьми до пяти или с восьми до восьми то значит она не работает значит она ничем не занимается ну как бы я согласна это ничего это не значит если у девушки дома вот да она создает уют дома чисто как минимум чисто она может даже не готовить одна чистота блин сколько занимает пыль блин день через день собирается в любой вообще квартире мне кажется а если вы еще на какой-нибудь стороне дорожной живете то вообще трындец пыль это постоянно вытри блин полы промой пропылесось что-то сложи а если дети я вообще молчу все одна уборка это полноценный трудовой день еще и неизвестно как ты это чья работа сложнее как говорится да а готовка все плюсом ну это все это полный нон-стоп 24 на 7 короче дети готовка и уборка это уже фулл хаус я считаю поэтому женщина в принципе да она не может ничем не заниматься вот если она не ходит на работу это не значит да что она ничем не занимается она по-любому этим всем делом занимается вот потому что ребята чаще вот это вот ходят носочки собирают пыльку вытирают может быть какие-то знаете эти домашние педанты такие которые прям вот они любят что все на своих местах стояло есть такие мужчины как бы да а женщина может мусорить там и так далее это вот как у меня были такие отношения как-то в моей жизни вот но мелочка а что ты кричишь там и вот я к тому что я пришла не чтобы там может быть вот видео вспомнила что видео надо опубликовать понимаете три часа прошло нет не три два с половиной два двадцать прошло да десять одиннадцать два двадцать и это кого посмотрю уже скоро за денька идти а мне надо видео там а я еще толком особо не поубирала то есть это только элементарную базу я там что-то сделала две стирки запустила стирки там еще на две штуки одну комнату помыла понимаете а еще раз два три я считаю прихожая у меня большая я ее тоже считаю а туалет и ванна еще отдельные комнаты их тоже считаю а пыль везде еще повытирать я не успею даже это сделать сейчас деньку заберу и мы пойдем в бассейн к логопеду в бассейн и уже приедем уставшие уставшие надо сегодня еще раньше лечь потому что вчера мы легли в десять да надо еще раньше лечь а и еще новость так сейчас я вам покажу свое мусорное ведро не смотрите зарядище девочки помните я вам вот у меня этот фильтр у меня стоит здесь аквафор вот такой новый последний за десять тысяч там покупали мне неправильно его остановили как я это узнала вообще как я решила это узнавать началось все с того что у меня появился специальный прибор такой который измеряет жесткость воды и я сначала жесткость воды измерила без фильтра там было где-то 250 жесткость воды а потом измерила из фильтра и должно быть вообще-то мало да там ну сто там может пятьдесят то есть у воды чтобы вы понимали в бутылке которая у нее 50 жесткость воды пятьдесят пятьдесят пять и я когда из фильтра делаю там в два раза больше четыреста с чем-то было кто-то даже пошутил о трава я такая думаю ну что за фигня наверняка неправильно установили я давай открывать все эти ролики ютубовские я звонила два раза вот фильтровщику этому да он да придем да там кого-то я еще вам позову в итоге никто не пришел я готова была за вызов там полторы тысячи платить понимаете что просто мне пришли и переставили вот эти вот провода но я не знала до этого что там надо переставить провода я просто не понимала в чем дело вот то что она пахнет так ужасно она прям невкусная вода в итоге начала смотреть ролики как устанавливается вот этот акваформ и увидела у нас к крану там ну правильно все подключен красный а синий и черный поменены местами синий должен идти как раз таки к крану который течет вот у нас из раковины да из крана вот короче кран должен подключаться у нас подключен черный я не знаю может быть там эти трубки какие-то особенные может быть что-то да но смысл в том что перепутано не зря же трубки разные короче я не знаю как сама поменять но у меня есть идея поменять самой просто нужно перекрыть воду я так понимаю и воду эту слить перекрыть я пока что не поняла там какие-то краники такие знаете не просто такой раз повернул а там просто краник и вот его надо куда-то повернуть я не знаю куда он такой серебрист красивый но непривычные да там когда там вертикально включено там горизонтально выключено или наоборот да горизонтально выключено ну короче в общем я собираюсь по роликам самостоятельно заменить эти шланги между собой и потом проверить с помощью своего фильтра с помощью своего прибора изменится ли жесткость воды. Так что оставайтесь со мной. Так, ну всё, я умничка-разумничка. Кстати, у меня дверь в туалет всё время открывается. То есть она... Нельзя туалет вот так просто прикрыть, чтобы дверь не открывалась. Поняли? Ну, я имею в виду... Это я к чему, да? Что Милка ходит в туалет всё время, да? Поэтому туалет у нас всегда открытый. А так, чтобы вот, например, в других комнатах, да, просто прикрыть дверь, ну да, чтобы там она лапа, если что, открыла. Так не получается. Дверь не стоит на месте. Она, ну, видимо, там, не знаю, баланс какой-то. И она всё время открывается. Вот так. Я не знаю, что в этом случае придумать, чтобы дверь была как бы прикрыта, да, но при этом не закрыта. Потому что ручки наша Милка ещё не открывает. Поэтому сейчас мы с Денечкой поедем в бассейн. Взяла бананчик с собой на всякий случай. Вдруг он там плохо ел. Поедем в бассейн к логопеду. Вот. И потом уже домой, я думаю, мы очень устанем сегодня. Так, вот так я решила сегодня одеться. На самом деле, шапку сюда другого цвета было бы хорошо. В любом случае у меня чёрная сумочка и шапка под сумку нормально. Что-то я шапку не нашла. Вот ботики сюда все. Нормально, по-моему, да? Вообще, я заказала себе новые на Asos. Я уже говорила, наверное, где-то. Очень жду. Ботинки такие. Они с тракторной подошвой. Повыше, чем эти. Ну, по-другому смотрятся. Эти прям такие, знаете, прям, не знаю, в горы там, наверное, да, ходить. Ну, достаточно стильненькие. Но они ещё сами по себе такие тяжеловатые. Хотя вот сейчас одела, вроде, хорошо надела. Вот. А те, они повыше, и они такие более, знаете, под платье можно будет одеть. Такие, эти более спортивные, а те более такие повседневные, что ли. Ну, вы поняли, короче, не спортивные. Можно... Всё. Пошла я. Девочки, сегодня Дэнька вышел, улыбается, прощается со своей воспитательницей, а идти не хотел сегодня утром. Забирали со слезами. А сейчас вышел, улыбается и попрощался. Сказал, завтра приду. Она говорит аж, вот так всё время. Видимо, сегодня они гуляли, наверное, и играли с снежки, что он вышел и сразу... Он никогда так не делал. Вышел и начал повторять. Мама не любит играть с снежки. Ну, как не любит. Как бы так, чтобы, знаете, показывать ребёнку, что можно вот так вот в лицо швырять. Я такая не показывала. Пойдём, рыбка сейчас намокнут. У тебя перчатки будет холодно. Пошли в бассейн у нас. По плану бассейн. Ах, ты такой. Сейчас я тебя. А ну-ка. А ну-ка. На. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди-ка с дороги, быстренько. Иди-ка сюда, быстро. Сейчас мы... Сам себя, да? Ну-ка, лови. Хи-хи. Счастье. Ну что, мои хорошие, я безумно довольна. Какой парень-то вышел из садика. Вон, кушает. А вчера он был такой, немножко чумной. Но мы ещё и легли, на самом деле. Я его пыталась уложить, но в первый день как бы и я была не выспавшаяся, и Денька был не выспавшийся. Потому что он долго крутился. Видимо, он немного, правда, не выспался. А в этот раз мы легли в 10, да? И встал он в 7. Вполне себе нормально. Вот. Сегодня уже говорила, хочу пораньше лечь, да? Потому что мы вообще очень устанем. И я думаю, что даже вырубимся, как суслики. Что-то мне так кажется. Вообще, после бассейна, даже если ты ничего не делаешь, уже устаёшь. Я не знаю, как это. 40 минут поплавал, и всё. Видимо, мышцы постоянно в напряжении, постоянно в тонусе. Я не надо ходить. И всё. Открыть ещё? Мам! Да что такое? А это можно кушать. Вкусно. Вот, и... Ну, давай я укушу. Давай яс. Нет, я не укушу. Она сказала, у вас свидательница сказала, что мясо он не поел. Мясо осталось. А я говорю, картошку там что-нибудь съел. Говорит, ну, что-то поел, поклевал. Чуть-чуть, короче, позавтракал. Чуть-чуть то, чуть-чуть это. Ну, не сказала так, что не кушал. Сказала, плохо кушал. Ну, я бананчик взяла. Давай. Чтобы он перекусил. А сейчас, возможно, ещё в кафе, в кафе, может быть, сырнички закажу поездку. Ну, всё, мы поехали. Вот, пришла походить на дорожке. Как всегда, всё занято. Хотя, есть свободные дорожки. В общем, сейчас 10-15 минут похожу. Потом покручу что-нибудь. Групповых занятий нет, к сожалению. Поэтому вот так. Всё. И уже через часик мы пойдём в бассейн. Теперь у меня по плану велосипедик. Не знаю, сколько здесь прохожу. Педалирую. Мне кажется, минут 10. На уровне 5. Девочки, залипла в инстаграм. И смотрю, что я уже 15 минут кручу педали. Круто, да? 15. Всё, пошла пресс качаю. Как хорошо. Иногда захожу в пустой зал. Здесь качаю пресс прям на голом полу. Потому что в этом зале нет ковриков. Они все в главном зале, в большом. Вот. Ну, мне нормально. Полы чистые. Этот пресс качаю ягодиц. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Ну, всё. Я готова к бассейну. Денька позанимался хорошо. Логопит вообще всё время мне рассказывает. Мы вот это делали, вот это делали. Я думаю, нифига себе, как у меня малыш умеет. Вот. Так что всё. Мы сейчас поплаваем. Мама, мой пицца. И домой. Итак, пришли в бассейн. Никого нету. В детском никого нет. Сейчас мы с Денькой в большом бассейне поплаваем. И потом он пойдёт в маленький, а я пару кружочков намотаю ещё. Ему я беру, кстати, вот такую штуку. Сейчас покажу, с какой штукой я занимаюсь. Я не плаваю просто так на своих четырёх. Я, девочки, чтобы не напрягаться вообще просто... Смотрите, какие у нас здесь новенькие штучки. Я просто одеваю вот такую штуку себе на животик. Ну, получается, под грудь где-то. И спокойно плаваю, держусь на воде и не парюсь. Потому что, ну, я так плавать как бы умею, но плохо быстро устаю. И Денька, когда меня притапливает, у меня паника начинается. Сейчас одену, покажу. Вот так вот, девочки, это выглядит. И всё. Я спокойно. Но всё равно встаёт, дело встаёт. Ну, как бы, это не значит, что я не работаю руками, ногами. Но так спокойнее у меня плавать. Ну что, мои хорошие, мы вышли из нашего фитнес-клуба. Я уже устала бы доехать до дома. Вот, сейчас что-нибудь хочется вкусненькое съесть. Я даже не знаю, что у меня там дома вкусненького. Я вроде... Я сегодня уже два раза позавтракала, считай. До обеда я два раза поела. Один раз поела. А я вам показывала или нет? Я, наверное, только в Инстаграм сняла, девочки. Забыла. Или вам показывала. Короче, а второй раз доела курочку, которая там была. Надо посмотреть, что в морозилке. Может быть, я что-нибудь запеку. Вот. У Дэньки гречка есть. Да, он гречку с мясом поест. Вот. И я думаю, может, оладушки сегодня сделать. Такие на кефирчике. С мукой овсяной. Такие пепешные оладушки. Все хочу сделать. Лежит эта прокисшая кефира. И ждет своего часа. Короче, я довольна. Я сегодня себя считаю чудо-женщиной. Просто героиней какой-то, которая встает в 6 утра, понимаете? В 6.30. А вот в садик. В садик. Да и не убери ножки. Параллельно логопед. То, все. Сейчас домой придем, что-нибудь приготовят. Вкусненько ужин. Ребенка накормят. Себя накормят. И лягут спать в 9 часов. Но не идея бы. Ну, как бы, в принципе, такое вполне реально. Я, конечно, далеко себя чудо-женщиной не считаю. Элементарно даже, когда ты не готовишь и не убираешь. У меня не сверкает чистотой в доме постоянно. Знаете, как вот приходишь в гости к девочкам, и они прям только и следят. Я просто это бы занимала весь мой день. А я же работаю еще, да. Вот. Ну, и вообще не люблю убирать. Ну, и, соответственно, если бы я еще и готовила, не знаю. Но так, в принципе, можно было бы попробовать. Посмотрим, насколько мне хватит. Захожу домой просто с порога. И смотрю, какая красота. Не, обращайте внимания на грязные окна. У нас тут дорога. Какая красота. И так стремительно садится солнце. Прям вообще вот так сдалека. Прям у меня как будто подсветка какая-то в доме из красного солнца. Очень красиво. Блин, окна заляпанные на меня просто раздражают. Но мыть окна холодно нынче. Ну что, мои хорошие. О, кто-нибудь еще может усомниться во мне, как в Чудо-женщине сегодня. Я, честно говоря, вообще в себе не сомневаюсь. Короче, мы покушали. Я ела гречку с сосисками. Денька ела гречку с мясом. И я решила все-таки сделать оладушки. Они получились просто космические. Я уже попробовала партию. Я сделала миксом. В основном рисовая мука там. И немного овсяной муки. У меня тут еще осталось там буквально одна столовая ложка, наверное. Я слишком много сделала. Видите, у меня тут все разлилось. Вот. И вот я отлила немножечко. Сейчас вот сделаю и долью, но и домешаю все. Короче, вот рисовая мука вот такая. Пуда. И кудесница овсяная мне нравится. Делаю. Добавила... Вообще ничего не добавляла. Добавила два яйца сюда. На литр, получается, кефира этого прокисшего. Вообще такая красота, как будто закваска, знаете, с такой кислиночкой. И ванильный сахар. Чуть-чуть буквально добавила ванильный сахар. В основном у меня там сахарозаменитель. Это дает сладость. Чуть-чуть подсолила, потому что соль усиливает сладость. И посмотрите, как они дырочками покрываются. Вкусные, немоверно. Получаются такие тоненькие вообще. Ням-ням. Жарю, кстати, на вот этом масле, которое брала в фикс-прассе. Оливковое масло. Вообще. Я не помню, сколько оно стоит, но недорого. Дешевле, чем все оливковые масла, которые я беру. У меня, кстати, вон оливковое масло. Вот это стоит 650, что ли, рублей. Кстати, я вам вчера показывала, что брала в пятерочке. Вот это манго, берри. Очень вкусная конфетка, кстати. Кто увидит, попробуйте обязательно. И они вот так вот сделаны здесь, каждая в пакетике. Вот это манго идет, вот это берри. Малинка такая. Очень вкусно. Прям вообще нежно. Прям напоминает такую мягкую Рафаэлку с мягкой начинкой. Ну, прям отчетливый вкус манго и малинки вообще. Понравились мне. Ну что, мои хорошие, время. Сейчас у нас 7.30 где-то. 7.45. Давай, солнышко. Денечка все еще просыпается. Он проснулся минут 15. Я его очень быстро сажаю. Кстати, дала ему вчерашний оладушек. Съел, запил водичкой. Так что он наполовину позавтракал. Это на случай, если вдруг он не захочет завтракать, то что дает в садике. Все, мы готовы выходить. Мы посмотрим, как сегодня он отреагирует на то, что мы идем в сад. Ну, как-то уже будем отдавать. Ну что, в садик готов? Ну, пошли. Фух, ну что, мои хорошие. Ой, ты на мелочко прискакала. Сегодня третий день. Денька опять истерику закатил. Ну, я думаю, вначале он вот все время как бы это нормально. Я думаю, что неделька точно вот так будет. Вообще еще сказывается погода, если честно. Смотри, она ложится и начинает кусать. Так вот ложится, начинает кусать меня за этот, за ногу. Смотри. Что делаешь? Ты что делаешь? Мама кусаешь? Ну, только камеру убираю. Ты чувствуешь, что на тебя смотрит? Съемочный глаз. Смотри мне. Мамочку нельзя обижать. Поль наша мама прошла. Ну, и счастье. Полные штаны. Все. Обнимочки. Обнимашечки. Короче, истерику закатил, да, расплакался. Но я думаю, что сказывается погода, потому что пока мы шли, то ветер в лицо. Ну, там, знаете, за дом зайдешь, вроде ветра нет. Выйдешь из-за дома. Нам три дома там пройти надо. Выйдешь из-за дома, опять ветер идет. Я ему лицо закрываю, так перчатку. Он вот так прям держит мою руку, да. Ну, некомфортно. И каждый раз он капризничает. Плюс он только проснулся. Да? То есть он еще активности даже не понял. Может, его надо раньше будить? Может, он вместе со мной надо, чтобы вставал? Хотя, с другой стороны, мне надо раскачаться самой, чтобы быть активной, да? Надо попробовать. Надо попробовать встать, сделать себе кофе и, наверное, будить его тоже без пятнадцати шесть. И тогда он пока мультики посмотрит, может, что-нибудь скушает, там, да, походит, проснется. Может быть, тогда пободрее будет, тогда уже поосознее. Так он еще, мне кажется, ну, как бы готов к садику, да, готов. А в итоге, когда приходим, и там такой шум, гам, и он такой сразу... Но он не один. Там еще есть ребята, которые капризничают. Вот, мальчики причем, видимо, привязываются к мамам сильно мальчики, поэтому капризничают. Но вчера уходил замечательно, прям улыбался, да? Посмотрим, как сегодня будет уходить. Вот. Что я сегодня делать планирую? Сейчас вот молочко нагрела, сейчас кофе вторую кружечку себе сделаю. Сейчас буду монтировать видео. Потом, я думаю, привести себя немного в порядок и снять для вас видео обзоры на второй канал, потому что девчонки жалуются, где обзоры, какой-нибудь косметики, каких-нибудь масочек любят, вот это дело. У меня там целая гора, на самом деле, стоит, что снимают. Ну, просто пока новый график, как-то это, не пойми, чего. А, еще сегодня мне было как-то тяжко вставать. Обычно, знаете, я будильник ставлю, и когда он звонит, ты так сладенько спишь, да, что ты ставишь на отсрочку. Типа через 10 минут еще позвонить, да? Я на самом деле, когда настроена, прям, знаете, встать бодрячком, я так не делаю. То есть, вот я прям, только у меня желание появилось поставить на отсрочку, я сразу же встаю, резко встаю, причем. Знаешь, тут главное встать. Все, резко встал, ты уже пошел, то все делай, даже на автомате. А вот эти вот все, ну, отсрочки, как бы, это грозит тем, что еще отсрочка, еще отсрочка, а потом уже запутался, сколько отсрочек, короче. И вот таки ты бежишь, летишь, опаздываешь, думаешь, ну нахрена, а не решит ситуация 10-20 минут, вообще не решит. Ты не выспишься от этих 20 минут больше. Типа, о, отсрочку сделал, 10 минут поспал, так чувствую себя шикарно, прям, вот если бы не эта отсрочка. Глаза прям закатывают, удовольствие. Вот, я стараюсь резко вставать, но у меня в планах вчера было уснуть в 9 часов, девочки, я уснула ребенка, да, уложила ребенка и просто не могла уснуть. Причем, и я понимала, что мне нельзя вставать и начинать что-нибудь монтировать там или еще что-то, потому что это затянется, и я поздно лечь не хочу, потому что я опять не высплюсь. Я прям лежала, крутилась. В принципе, я не чувствую себя какой-то невыспанной, песка в глазах нет, все нормально. В общем, сейчас кофеек, а еще я люблю с утра вот так вот, еще я просыпаюсь, как бы, я не люблю активничать, я даю себе время проснуться. Мы, кстати, с братом недавно разговариваем, он говорит, а мне не надо. Мы, говорит, встаем, ну, я спрашивала у него, во сколько вы в садик ходите, во сколько вы встаете, и он мне говорит, что они встают позже меня. Я вот в 6.30 встаю, а они в 7 встают, и типа там к 8 уже в садик. Я говорю, блин, а вы не боитесь опоздать как-то это? Я говорю, там встать, надо раскачаться. Он говорит, а мне не надо. Я, говорит, встаю, умылся, все, малую поднял, собрались и все, завтракают уже в садике. Мне, говорит, не надо раскачиваться. Фейка, майковочки, фейка. Мил, вот мне не нравятся эти игры с утра. Мне вообще-то больно, если что. Понимаешь? Я ж тебя не кусаю и не дразню сейчас. Понимаешь? Чего маму кусаешь? Что за взгляд? Ты меня любишь? Ты меня любишь, Кись? Ты маму любишь? Чего, тебя трогать нельзя? То есть ты меня можешь трогать, а я нет, да? Погубу целую. Кажем, мама, ты с ума сошла? ты мой хороший ты моя красавица ты моя самая умная кошка на свете мамина любовь мамина любовь скромная кошечка ласкова кошечка такая это похлажу я тебя просто поглажу бычка чубочку включи давай поборемся ты такая маленькая кошка моя ушки мама мнет массаж головы девочки ну что я забрала деньку садика попыталась его конечно уложить спать но он ни в какую мы с ним полчасика полежали да и ладно раньше уснем а что сейчас у меня происходит тут на кухне мне садике сказали что он ест очень хорошо суп с фрикадельками сегодня у них был картофельный я решила сделать суп рис денька ест это у меня фрикадельки здесь но еще останется на котлетки и картошку сейчас порежу я и варю ему суп ну и себе тоже давно хотела такой бардак у меня сейчас тут и с любашкой параллельно общаюсь скажи всем привет всем привет вот такой вот так вот короче я незаметно готовлю за разговором но какой суп я начала делать картошку я только заказала картошки то нету меня нормально я уже все сделали думаю сейчас картошечку порежу а я же и только заказала онлайн при тебе делала а ее привезут только вечером короче сейчас все поубираю все положил сложу так крошки мои я все убрала и решила сделать пока крабовые палочки просто что-то перекусить то надо да дэнки то есть там чем перекусить а я вот нет у меня залепанная такая печка и опять что-то не слава богу по-моему яйцо одно растекается там упорю 5 яиц сейчас буду нарезать на салатик все это вот я недавно жарила мясо и у меня накапала все я часть вытерла отчасти вот смотрю осталось лень было мне протирать и короче вот из-за этого мясо я не люблю жарить потому что вот так кругом все вот эти вот жирные пятна так ну что я уже нарезаю яички кстати я яйца до яйца тоже у меня поправлять яички яйца вот когда я открыла для себя эту яйцерезку на самом деле для меня вот все что касается с яйцами раньше не любил их стояли зарезать вот это вот желток выпадает из этого белка мне это так бесило короче а сейчас раз-два в два касания уже раз и готова на мелкие кусочки очень быстро в общем делаю пока крабовый салатик денька просят оладушки вот я доделываю оладушки которые здесь есть мне уже позвонили с доставки сейчас доставят еду и так ингредиенты сделала пол огурца большого такого знаете длинноплодного половина огурца 5 яиц ну вот такая вот бандюэль молодая кукуруза да вот то есть я высыпаю где-то ну чуть больше половины да но я уже пробую на вкус чтобы количество ингредиентов было одинаковым пачку крабовых все четыре ингредиента заправила все одним вот таким вот йогурт натуральный без добавления сахара без ничего он идет как вместо сметаны и майонеза мне здесь и немного присолила просто белиссимо и как бы кукуруза сама по себе сладкая она уже содержит там сахар до крабовые палочки тоже по моему сахар содержит поэтому ну само по себе она такое уже знаете еще сюда майонез вообще мне кажется короче это не совсем пп не совсем для похудения там для сушки да но более менее вот как бы вот так заправка можно зелень еще добавить но я зелень не добавляю рис тоже не люблю тем более у меня будет рисовый супчик кстати в состав кукурузы сейчас посмотрела здесь входит сладкая кукуруза в зернах вода питьевая и соль так что добавление сахара тут нет то есть натуральный сахар это уже хорошо в общем из самого такого знаете составом непонятным это только крабовые палочки здесь поэтому если крабовые заменить например на креветки до вареные я думаю будет это намного круче что еще можно вместо крабовых с креветками будет точно классно короче ну состав чтобы был хороший тогда вообще это гуд будет уже пп так на все напекла и оладушки оставшиеся это будет у нас десертик ну день к их уже он хрумкает уже третью ест вот и что потом суп будет перед сном и так мои хорошие что сегодня у нас будет за смузи сейчас принесли доставку еды и продуктов да и не дыда про именно продуктов прям ну и другой другим словом я решила смузи добавлять кстати зелень сейчас я вот эти фрукты все грейпфрут заказала мне прям сразу захотелось сделать смузи прежде чем доделывать суп и вообще думаю суп доделать может малого уложить сначала потом спокойно вот уже делать суп лечь все-таки позже него вот короче здесь у меня что здесь у меня три стебля сельдерея потом половинка вот такая грейпфрута один апельсин два средних яблока и вот такие две веточки петруми сейчас это будет тяжело все замешиваться потому что здесь нужна вода чтобы она знаете прям вот так вот пошло но я хочу без добавления воды и соков ничего не добавлять вы видели я зеленушку кстати добавил это прям со стеблем и лайфхак у меня был чтобы это все прошло быстрее я прям вот так вот баллоном взяла надавила и включила и ну прям ой как быстро все сделал вообще здесь должна какая-то протолкушечка быть вот дырка туда же специальная мне кажется как-то надо проталкивать все это дело а то как иначе в общем крошки помыла картошку поставила сушиться водичка у меня тут так и остается все розмарин тимьян сушаться для чая вот в принципе все денька тоже поел то яблоко то банан кукурузу съел все оладушки идем мы спать у меня кстати получились два таких стакана больших смузи я думаю что петрушки можно делать меньше она прям ее было чуть-чуть вроде бы но она так чувствуется вот и грейпфрут прям вот дает эту свою горечь знаете прям для меня можно четверть грейпфрута ложить но тем не менее мне прям нравится я съем на ночь как раз таки сетиреечка сидела пусть там работают донька не захотел что-то он захотел наверно когда маша хотела гомаши горе ела и он ел лес машин нет и он не ест